Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, партнёры компании APL! С вами сегодня я, Светлана Зиновьева. И сразу хочу у вас спросить, всем ли меня хорошо слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я знала, что у нас есть с вами связь. О, отлично, плюсики пошли, значит, уже связь есть. Я знаю, что вы из разных городов можете проставить. Мне очень интересно, с каких вы городов здесь собрались. У кого-то вечер, у кого-то день. Начать я хочу вот с чего. Кто-то уже был на презентации в мае. Сегодня ещё раскрою также эти темы, где-то буду повторяться. Города пошли, отлично. Всё. Начать хочу вот с чего. Как вы думаете, сколько косметики вы используете в среднем? Можно написать, сколько косметики в месяц примерно вы используете на себя. Давайте в килограммах посчитаем. Есть у кого-то догадки какие-нибудь? Мы возьмём, допустим, среднестатистическую женщину, которая в течение дня наносит на себя по шагам косметику. В день это примерно 12 средств, которые мы наносим на себя. Иногда бывает такое, что мы купим, что купили, непонятно, работает или не работает эта косметика. Какая-то косметика может вызвать аллергию, какая-то не подходит, где-то выходит покраснение на коже и так далее. Есть догадки? Нет ещё по килограммам? Не можете примерно посчитать? Ну ладно, вас не буду мучить. Если вы пользуетесь обычной косметикой, то это примерно 12 продуктов в день, я уже говорила. Мы наносим на себя каждый день. Ну, допустим, это для век, крем, для лица, для тела, мицеллярная вода, смывалки всякие, тоники и так далее. Так вот, в течение месяца, представьте только, вдумайтесь в эту цифру, в течение месяца мы наносим на себя полкилограмма косметики. Это каждый месяц. Представляете, сколько это будет в год? В год примерно 6 килограммов косметики мы наносим на себя. Поэтому косметику не нужно переоценивать и не нужно её недооценивать. В косметике с Мосмаркета, посмотрите на картинку, в косметике из Мосмаркета есть такие компоненты, как силиконы, диметикон, метилпарабен, вазелин, микропластики, дериваторы и сульфаты. Многие из вас, наверное, слышали эти уже названия, но я хочу чуть-чуть их раскрыть, чтобы вы для себя отметили и понимали, что же содержится в ваших кремах. Если у вас сейчас с собой на столах, в сумочках есть какие-то крема, либо помада, либо ещё что-то, можете прямо сейчас взять в руки и просмотреть, для себя что-то отметить. А можете взять ручку с блокнотом и записать туда самые основные, самые основные. Нашу кожу истончает. Он очень дешёвый, поэтому производители очень любят его вносить в состав в косметике. Он делает кожу проницаемой для любых веществ. Это хорошо, если рядом будут по составу заходить экстракты с дериватором. А если будут с дериватором заходить какие-то критические составы, это, допустим, парабены, гормонально активные вещества и так далее, то они вызывают аллергические реакции. Это можно сразу сказать «привет, аллергия». Поэтому это очень важный момент. Имейте в виду, если на ваших полках есть крема, посмотрите дома и можете их смело выкидывать содержанием, если есть что-то из этого списка. Все парабены входят в кожу как гормон. Ксенобиотики – они лишние в нашей коже, чужие, инородные тела, так скажем. Наша кожа увядает с 20-25 лет, поэтому с этого возраста можно смело начинать пользоваться косметикой. Крем для рук, крем для лица, для тела и так далее. Поэтому профилактика – это очень даже хорошо. Я вот смотрю здесь, да, 50 грамм в месяц пишут, 250 грамм. Ну вот видите, полкило. Метилпарабен. Что такое метилпарабен? Консерватор, он мощный аллерген, может вызвать эндокринные нарушения в нашей системе. Для чего он находится в косметике? Он является антимикробной и противовоспалительной активностью. Действует и вызывает раковые клетки, к сожалению. Поэтому метилпарабен в нашей косметике не нужен. Но исход может быть разный. То есть чем чаще мы пользуемся косметикой, где есть такие вот составы, имейте в виду, что мы наносим вред не только себе, но и окружающей среде. Почему? Потому что, допустим, если есть в составе микропластики, микропластики где они могут находиться? Микропластики находятся в скрабах для тела, для лица, в пилингах для лица. Они даже были обнаружены в грудном материнском молоке. Каким образом? Сейчас попытаюсь раскрыть эту тему. Представьте, вы пользуетесь гелем для душа, где есть микропластики, которая обладает отшелушивающим эффектом и так далее. Всё это смывается в канализацию, дальше попадает в окружающую среду. Кто у нас ест траву? Коровы. Микропластики попадают в молоко в коровье, дальше это всё попадает на прилавки наши, и мы употребляем молоко. Вот оттуда вы как раз-таки, когда попадают к нам в пищу микропластики, они появляются даже в грудном материнском молоке. Силикон и диметиконы, как они действуют на нашу кожу, они покрывают нашу кожу такой плёнкой, как будто бы парниковый эффект создаётся. И это очень хорошая среда для размножения бактерий. Представьте, вот вы утром нанесли крем, где есть по содержанию диметикон, силикон. Вы ходите с этим кремом целый день. У вас кожа выделяет себум, и в течение дня у вас кожа и потеет. То есть она должна, по сути, дышать, а вы кожу держите под плёнкой. И это очень хорошая среда для воспалительных процессов. То есть у вас могут возникнуть вопросы, почему я купила такой дорогой крем, допустим, ну, либо средний, а появляются какие-то высыпания на коже, какие-то покраснения на коже и так далее. Вот. Ещё может быть такой обманный эффект, когда мы покупаем, допустим, дорогой крем. У меня вот девочка рассказывала, что она купила за 11 тысяч крем. Мы стали смотреть её состав и посмотрели там силикон. Силикон очень тоже любит производитель, потому что он очень дешёвый и создаёт быстрый эффект очень. То есть после того, как мы наносим это всё на себя, нам кажется, что вот за что мы заплатили 11 тысяч, но на самом деле, когда мы чувствуем, что кожа гладкая и прям очень хорошо наносит на неё и тоналка и так далее. Кстати, в декоративной тоже есть вот такие вот составы. Это обманный эффект создаётся. Поэтому силиконы и деметиконы, посмотрите, если у вас тоже есть продукты вот с этим содержанием, можете смело выкидывать. Очищайте полку для косметики бьюти. Да, находите место для косметики бьюти. Я уверена, что после сегодняшнего нашего с вами разговора вы пересмотрите ваши средства на полках вашей ванны и многое отправится в мусорку. Дальше. Вазелин. Кстати, вазелин тоже очень любят производители. И вазелину в этом году исполнилось 145 лет. Это нефтепродукт, который был переработан. Он тоже самое. Он делает очень хорошую среду для размножения бактерий. Поэтому там, где есть вазелин, не стоит использовать такие продукты. Сульфаты. Сульфаты, ну, вы, наверное, уже все знаете, да, что есть бессульфатные шампуни и так далее. Многие, которые переходят на бессульфатные шампуни, им непривычно, потому что там, где есть сульфаты, то шампунь очень хорошо пенится. А где нет сульфатов, шампунь плохо пенится, но лучше работает с нашей кожей, головы, ну и так далее. Поэтому смотрите по составу. В косметике бьюти вот этих составов нет. Силикон, диметикон, метилпарабена. Метилпарабен, он отвечает за срок годности наших продуктов. Чем больше метилпарабена в нашей косметике, тем лучше и дольше будет косметика храниться. То есть есть два срока годности в косметике. Общий срок годности и срок годности с даты открытия наших баночек. Вы это можете увидеть, если посмотрите сейчас на каких-нибудь тюбиках, такой значок в виде открытой баночки, и там написано, допустим, 6, 12 месяцев, 24 месяца и так далее. Сразу могу вам подсказать, что натуральная косметика, она не будет храниться в открытой банке 12 месяцев, 24 месяца и так далее. Натуральная косметика хранится в открытом состоянии, то есть это после открытия баночки, 6 месяцев. Потому что там натуральные ингредиенты, они в априори не могут храниться дольше, чем 6 месяцев в открытом состоянии. Поэтому тоже на такие вот нюансы обращайте внимание. Так, про дериваторы рассказала, про сульфаты тоже рассказала. Ой, это очень больная для меня тема про то, как тестируется косметика на животных. То есть, смотрите, вот покупая в магазинах косметику на прилавках, мы никогда не задумываемся, как эта косметика попала на наши прилавки, каким образом. Для того, чтобы… То есть, многие компании используют в тестировании животных. Никто, наверное, из вас не задумывался, как это происходит. Многие компании, на самом деле, да, я уже повторюсь, используют тестирование на животных. И верите, это не просто нанёс крем, да, и подождал, посмотрел, как это всё реагирует. Всё намного хуже. Слава богу, здесь нет картинок, которые показывают нам, как всё это происходит. На эти картинки смотреть без слёз невозможно. Но вкратце вам расскажу, что в лабораториях существует ряд станков с тисками, в которых зажимаются животные. Тесты проводятся на кроликах, на морских свинках, на собаках, кошках, обезьянах, крысах, морских свинках. Я думаю, что у каждого из вас, наверное, да, есть животные. Кстати, напишите, пожалуйста, какие животные у вас есть дома. Мне интересно. Значит, как тестируется косметика на этих животных? Если это бытовая химия, то сбревается шерсть животных, делается надрез и втирают в кожу животного какой-то компонент. Ну, это может быть какая-то жидкость либо порошок. Ну, давайте могу прям сказать, допустим, в фейре тоже самое, да, втираются. Если это косметика, то вкалывают в живот либо в мышцу, либо в вену и смотрят, какой процент умирает сразу. То есть, ну, они все умрут, это однозначно, да, животные. Но им интересно знать, как сразу это произойдёт. Очень сложно говорить, конечно. Животное, дальше животное, после того, как вводят такие компоненты, набирает в страшных судорогах, в муках. Это невозможно смотреть просто так. Да, вот я кот, попугай, собака. Читаю. Ужас. Да, ужас, Марина. Это самая жестокая компания, которая тестирует на животных свою косметику и ежегодно убивает более 50 тысяч животных. Как вы думаете, что это за компания? Я могу прямо её здесь озвучить. Мне это не секрет. Многие об этом знают. И, к сожалению, у многих, то есть у себя в квартирах, есть что-то из этой компании. Это компания Procter & Gamble. Также, кстати, существует список компаний, которые тестируют свои продукции на животных. Вы, кстати, можете зайти в интернет и прямо вбить в поисковике компаний, которые тестируют косметику на животных. И там выйдет список. В том числе хочу вам сказать, что в этом списке есть такие компании, как «Арифлейм», «Эйвен», «Фаберлик». Да. Поэтому у вас есть конкурентные преимущества перед этими компаниями, так как косметика бьюти на животных не тестируется. Существует теория, что чем меньше мы будем, либо вообще перестанем, в идеале перестанем покупать продукцию, которая тестируется на животных, значит, спроса на неё не будет. Так давайте же вместе, все вместе, вот сколько здесь у вас человек, перестанем покупать косметику из этого списка. Список, посмотрите, пожалуйста, прям. И расскажите, кстати, это всё своим родным, своим друзьям, близким, компаньонам, ну и так далее. Сколько у вас много животных? Так вот, косметика бьюти не тестирует свою продукцию на животных. Я могу вам это с гордостью сказать. Она тестирует это на людях, да, точнее, на женщинах, потому что на 36 девушках, точнее, была протестирована эта косметика, и результат не заставил себя долго ждать. Вот. Так, ну, наверное, перейдём дальше. По поводу этого я думаю, что у вас вопросов не возникает. Просто мне очень хотелось, чтобы вы об этом знали, всё подноготную, как всё это происходит с другими компаниями. А многие даже не задумывались, как это всё происходит. Так, я хочу перелистнуть. Слайд у меня не пролистывается. Помогите мне, пожалуйста. Чем же отличается косметика бьюти от косметики Мосмаркета? У нас исключительно чистый состав и три уникальные технологии. Как вы уже знаете о них, да, и уже многие об этом слышали, это аккумулятор СЭЙ, первое, второе — это биофен и маджистем. Давайте поговорим о технологии аккумулятор СЭЙ. Это знакомая вам технология аккумуляции силы. Она позволяет активировать все биологические полезные вещества природных компонентов в драже и в косметике бьюти. Я думаю, что вы все пробовали драже. Я тоже пробовала. Очень крутая штука. Натуральные компоненты подвергаются импульсному воздействию отрицательно заряженных частиц. То есть происходит биологическая активация молекул, что многократно усиливает эффект. И он заметен на вашей молодой коже и на состоянии вашего здоровья. Если вы будете одновременно принимать драже и косметику, это вдвойне все усиливает и благотворно влияет. Биофен помогает предупреждать и устранять возрастные изменения. Поэтому используйте компании APL в косметических средствах, в косметике бьюти. Как это работает? Естественное старение клеток приводит к снижению их энергопродуцирующего потенциала. В результате скорость клеточного деления снижается, ухудшается кожное дыхание и способности клеток к самовосстановлению, ослабляется местный иммунитет. Биофен предупреждает окислительную реакцию, обеспечивает защиту клеточных мембран от токсического воздействия от свободных радикалов. Антиоксидантная активность биофена значительно выше, чем Q10. Биофен внедряется внутрь митохондрии, поддерживая нормальный внутриклеточный биохимический баланс. Я пока отвлекаюсь на ваши сообщения, пока не буду на них смотреть, если что, я к ним вернусь. Маджистем, лентоподиум альпиум или эдалвейс. Все, наверное, знаете этот цветок, который произрастает в горах. Это травянистое растение из семейства астеракс. Маджистем состоит из натуральных веществ, подобных тем, что необходимы для выживания растений на большой высоте, в экстремальных условиях, потому что он находится в горах. Содержит сильные антиоксиданты, что обуславливает его антивозрастное, регенерирующее и защитное действие. А вот давайте теперь поподробнее рассмотрим состав косметики бьюти. Косметика бьюти, ее мы начнем рассматривать с крема для век. Что делает крем для век? Разглаживает гусиные лапки, которые у нас находятся вот здесь, самая проблемная зона с годами. Подтягивает кожу, питает, увлажняет, создает антиэйдж-эффект. Видимый лифтинг-эффект защищает от ультрафиолетовых лучей. В его составе есть такие компоненты. Вот сейчас прям рекомендую вам взять ручку и блокнот и записывать, какой экстракт за что отвечает, что он делает. Бегениловый спирт – это влагоудерживающий компонент. В составе, да, в активных компонентах есть бегениловый спирт. Он влагоудерживающий компонент. Дальше экстракт эдельвейса. Он подтягивает, убирает провисание кожи, то, что нам как раз необходимо. Голубая микроводоросль. Вот тут вообще прям целый список и прям огонь. Омолаживает, увлажняет, глубоко проникает. Извиняюсь, я чуть-чуть нервничаю. Удерживает влагу в коже. Создает противоспалительный эффект, антибактериальный эффект. Заживляет раны, порезы. Борется с акне и с угревой сыпью. Защитное действие. Защищает от ультрафиолетовых лучей. Отбеливает, избавляет от купероза. Косметику с содержанием водорослей нужно хранить, кстати, в прохладном месте. Избегая солнечных лучей. Вот, возьмите это на заметку. Его вы можете, кстати, встретить под названием алгая. Либо экстракт ламинария. Дальше. В составе еще есть экстракт инжира. Экстракт инжира, он отшелушивает очень хорошо. То есть микропластики мы заменяем. Тонизирует, очищает кожу, осветляет, дает антивозрастной лифтинг эффект. Противоспалительное действие несет и увлажняет кожу. Здесь, кстати, очень много экстрактов, которые увлажняют и питают кожу. Поэтому буду повторяться. Экстракт львинового семя. Восстанавливает, естественно, липидный слой кожи и ее регуляция. Это после стресса, допустим, да. Нормализует баланс микрофлоры кожи. Дальше. Экстракт хлопка смягчает, увлажняет кожу, уменьшает раздражение на ней. Депантенол. Это провитамин В5. Заживляет, создает регенерацию кожи, дает антивозрастной эффект, лифтинг эффект. Увлажняет кожу и несет противовоспалительное действие. Витамин Е. Это мощный антиоксидант. Смягчает кожу, опять-таки питает противовоспалительное действие и увлажняет ее. Кислота гиалуроновая. Увлажняет, регенерирует, заживляет кожу, омолаживает, улучшает структуру кожи. Биофен. Важно. Биофен борется со старением кожи. Очень круто. Разглаживает морщины, дает молодость коже. Так. Дальше. Тут, надеюсь, все понятно. Разобрали активные компоненты. Переходим на косметику для лица. Косметика для лица. Что она делает? Функция ее уплотняет кожу, разглаживает морщинки, увлажняет, питает. Ее защищает от оксидативного стресса, загрязнений воздуха и ультрафиолетовых излучений. Создает антиэйдж эффект. Видимый лифтинг эффект. У нас тут самое важное, чтобы у нас вот тут сохранялся лифтинг эффект. Помогает очертить контур лица, опять-таки. Подходит для деликатной кожи, шеи, декольте. Активные компоненты. Здесь очень богатый список. Вот прям давайте про него. То есть здесь прям пройдемся. Алоэ вера. Экстракт алоэ вера. Заживляет, увлажняет кожу. Противоспалительное действие. Антимикробное действие. Масло оливковое. Увлажняет кожу, питает, смягчает и заживляет ее. Экстракт эдельвейса. Убирает провисание контура глаз, щек и шеи. Масло зародышей пшени. Увлажняет кожу, питает, заживляет ее. Повышает эластичность кожи. Разглаживает морщины. Масло виноградной косточки. Из чего используется масло? То есть делается из листьев, из косточек, семени тоже. Консервант, кстати, заменитель метилпарабена в нашей косметике. На основе чего у нас косметика сохраняет свои свойства. Консервант создает антиакне, антиоксидант, бактерицидное действие. Хорошо питает кожу, омолаживает ее и ультрафиолетовую защиту несет. Экстракт василька. Применяется в виде масел и экстрактов. Используются семена, листья и ягоды у василька. Консервант тоже, обратите внимание. Антиакне, антиоксидант, бактерицидное действие. Питает волосяные луковицы. Если в состав содержится в косметике для головы. Противовоспалительное действие несет ультрафиолетовая защита, антикупероз для лица, лифтинг-эффект, омолаживающий эффект, антисептик и заживляющий эффект. Вот какой у нас богатый экстракт василька. Экстракт фиалки. Антивозрастное действие смягчает кожу, увлажняет ее, снимает раздражение. Мощный антисептик, противовоспалительное действие и очищающее действие. Экстракт крапивы. Консервант, опять-таки. То есть природный консервант у нас что играет? Теперь можем пока сделать вывод. Это крапива, это масло виноградной косточки. Что еще? Экстракт василька. Запомните вот эти основные компоненты, основные экстракты, которые как раз-таки отвечают за сохранность нашей косметики. Если у вас просят, допустим, на основе чего косметика сохраняет срок годности. Дальше. Экстракт крапивы. Так, я это уже сказала. Экстракт ромашки. Успокаивает кожу, освежает, увлажняет ее. Идеален для чувствительной кожи, кстати. Антисептик. Снимает раздражение. Ароматизатор. Осветляет, омолаживает, разглаживает морщинки. Экстракт инжира. Опять-таки, да, здесь он есть. Вспоминайте. Экстракт инжира у нас, что делает? Очень хорошо отшелушивает кожу. Тонизирует ее. Очищает, осветляет. Антивозрастной эффект дает. Лифтинг эффект. Увлажняет кожу. Экстракт хлопка. Смягчает, увлажняет кожу. Да. Масло ши разглаживает морщины. И растяжки. Витамин Е. Витамин Е. Мощный антиоксидант. Питает кожу. Защищает от ультрафиолетовых лучей. Увлажняет ее. Масло семян подсолнуха. Кондиционирует кожу. Защита от ультрафиолетовых лучей. Опять-таки. То есть у нас есть природные компоненты, которые содержат СПФ. Увлажняет и питает кожу. Эластичная кожа становится после того, если в составе есть масло семян подсолнуха. Замедляет процесс старения. Разглаживает морщины. Сейчас сообщение уберет. Это у меня всплыло. Экстракт листьев розмарина. Это тоже мощный антисептик. Снимает раздражение на коже. Противоспалительное действие. Тонус кожи. Антиоксидант. Сужает поры. И несет в себе бактерицидное действие. Депантенол. Провитамин В5. Увлажняет кожу. Заживляет. Ранозаживляющий эффект несет. Лифтинг эффект. Противоспалительное действие. Противомикробное действие. Про биофен. Мы уже с вами говорили. Что биофен содержится в креме для век еще. Дальше. Надеюсь, вы успеваете. Молочко для тела. Питает. Увлажняет. Уплотняет кожу. Защищает от оксидативного стресса. То есть от окружающей среды. Это загрязнение воздуха. Ультрафиолетовое излучение. Делает кожу более упрыгой и мягкой. Разживляет ранки и царапины. Что же содержится. Какие экстракты есть в молочко для тела. Активные ее компоненты в составе. Есть каприлик. Каприлик. Для чего он нужен? Для эффективного смягчения кожи. Он биоразлагаемый. Не оставляет жирных следов на коже. Что очень важно. Мы не любим, когда мы наносим крема какие-то на тело. И они плохо впитываются. Оставляют жирные следы. Кожа потом влезет. И неприятно отдать одежду на эту кожу. Мягко наносится. Легко впитывается. И не имеет запаха совершенно. Масло грецкого ореха. Омолаживает кожу. Антивозрастной эффект дает. Тонизирует ее. Осветляет. Увлажняет. Питает кожу. Дает противовоспалительное действие. И регенерирует ее. Экстракт Делвейса. Опять-таки. Многочисленные выгоды для кожи несет. Мощный антиоксидант. Защитные свойства. Смягчающие свойства. Противовоспалительное действие. Масло подсолнечника. Защищает от ультрафиолетовых лучей. Опять-таки. Смягчает кожу. Защищает ее. Увлажняет и питает. Розмарин. Экстракт розмарина. Снимает раздражение. Это очень хороший антисептик. Противовоспалительное действие несет. Тонус кожи держит. Антиоксидант. Сужает поры. И бактерицидное действие. Ферменты термофильного. Ультрафиолетовые лучи. То есть ультрафиолетовый фильтр содержит. Получается ультрафиолетовая защита. Есть защитная функция, омолаживающая. Натуральный эффект создает. Дальше. Алантаин. Пантенол мы уже с вами говорили. Разбирали в креме для лица. Алантаин. Что же он делает? Замедляет появление морщин. То есть антивозрастной эффект. Опять-таки. Универсальный компонент. Умеет практически все. Абсолютно. Способствует заживлению, восстановлению кожи. При повреждениях каких-то. Оберегает от негативных радикалов. Можно. Кстати. Алантаин. Как вы думаете, откуда можно получить его еще? В общем, алантаин можно получить еще из слизи улиток. Вот, наверное, здесь вы теперь уже, по-моему, разобрались, что это такое. Мне кажется, уже все слышали про вот этот вот потрясающий эффект от слизи улиток. В нашем креме тоже содержится алантаин. Экстракт кипрея ускалистного борется с воспалениями, ультрафиолетовыми повреждениями. Антимикробное действие, противовирусное, противоугревое действие несет. Если, допустим, у кого-то есть угревая болезнь, тоже очень хорошо действует. Защищает от старения, снижает покраснение, воспаление убирает. Какие-то маленькие раздражения, допустим, на коже. Надежная фотозащита абсолютно. Предотвращает обезвоженность кожи и преждевременное старение. Опять антиэдж эффект. И биофен. Биофен, опять-таки, я повторюсь теперь. Это антиоксидант, антигипоксант, иммуномодулятор мощное действие несет в косметике. Замедляет процесс естественного старения кожи, улучшает микроциркуляцию, выводит шлаки из организма, защищает сосуды. Если вы принимаете внутрь, то и печень тоже защищает, вспоминайте. И антиаллергическое действие в себе несет. Я надеюсь, по-моему, мы все разобрали, весь состав. По составам молочко для тела все. И давайте с вами подведем итог. АПЛ создали исключительно привлекательный продукт, потому что косметика бьюти, она натуральная, во-первых, потому что не содержит парабенов, СЛС, синтетических одушек и ПЭК. Это дериваторы ПЭК, да. Она эффективная, нам удалось усилить активные компоненты в составе с помощью технологии Аккумулит Эсэй. Питательная. Восполняет дефицит питательных веществ и полностью восстанавливает здоровье и функциональную активность клетки кожи. Она эксклюзивная, потому что вся серия – интеллектуальная собственность компании АПЛ, научно разработанная и протестированная для всех типов кожи. Поэтому здесь можно сказать, по-моему, там был вопрос, для каких типов подходят, да, и для каких возрастов. Эта косметика подходит для всех типов кожи и для любого возраста. С 18 лет можно смело пользоваться этой косметикой и до любого возраста. Роскошная. Дизайн бьюти позволяет и… Извиняюсь, влюбляет и вдохновляет. Каждая женщина получит настоящее удовольствие от визуального и тактильного контакта и дизайнерской упаковкой серии бьюти. Я надеюсь, вам было интересно прослушать про составы, про то, как тестируется косметика на животных и чем же отличается косметика СМОС-маркета от косметики бьюти, которую разработала компания APL. Я не вижу вопросов почему-то. Благодарю. Так, а, они, наверное, наверху плыли, да? Нет, да, вы по поводу того, какая косметика тестируется на животных, можете зайти в список. Этот список, по-моему, как же называется, за здоровье, не помню точно, за здоровье, за здоровый состав, по-моему, да? По-моему, так назывался документ. Вот вы можете зайти и посмотреть в этот документ, прогуглить прям. Так, ну что ж, благодарю вас за вебинар, очень полезно, благодарю вас, полезной информацией я рада. Спасибо вам за обратную связь. Спасибо. Для волос ничего не будет, пока этой информации нет. Я не знаю, не могу пока сказать. Большое спасибо. Ну, всё, я рада, что вам понравилось. Надеюсь, что многое вы успели записать, чтобы рассказывать своим родным, своим близким, да, и донести до ваших других партнёров. Всем спасибо. Желаю хорошего вечера, у кого-то день. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...